Максим Шарафудинов говорит, что попал в профессию случайно. На ТВ ему пригодилась хорошая дикция, наработанная за годы вокальных уроков. Киноакадемикам Максим советует сначала попробовать себя на радио. Если научить себя говорить в эфире, на ТВ будет значительно проще. Очень тяжело, кстати, в записи. Всегда тяжелее, чем в прямом эфире. В прямом эфире, когда нет права на ошибку, там мобилизуешь все свои силы, все свои мысли. Концентрация полнейшая. Максим Шарафудинов рассказывает об ответственности, которая лежит на плечах тележурналиста. Например, за некорректную аватарку в социальной сети могут оштрафовать и даже отстранить от эфира на месяц. Сменовцев интересует, какие курьезные ситуации могут случиться во время прямого эфира и как все исправить. При приветствии заткнулся в своей же фамилии, я не смог ее выговорить. Мне стало настолько стыдно на тот момент, настолько некомфортно. То есть, в самом начале программы, я говорю, здравствуйте, в эфире ночные новости в студии Максим Шарафудинов. По-моему, я сказал Шарафудинов, а выговорить Шарафудинов я на тот момент не смог. Дальше я как-то подхихикивал, пытался это скрыть, спрятать, но это очень тяжело сделать. То есть, очень тяжело скрыть смех в эфире. От теории к практике все желающие могут попробовать себя в качестве ведущего, проверить свою концентрацию в момент, когда все вокруг отвлекает от текста. Я узнала больше про жесты, которые надо использовать, потому что я знала открытые и закрытые жесты, но именно я никогда не задумывалась, какие жесты используют именно ведущие новостей. Поэтому я думаю, сейчас я буду следить за этим чаще и лучше, может быть, в будущем где-то. И для себя я всегда знала, что я очень быстро говорю, я это замечала даже в каких-то бытовых ситуациях, поэтому я думаю, буду следить за этим. Сменовцы не сомневаются. Правильно говорить, следить за своими жестами важно не только для тележурналиста. Это полезно и в обгновенной жизни, и тем более, если она связана с кино.